Валматинская область 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 Вактау доставили тело солдата-срочника, который скончался в воинской части Жамбулской области 18-летний Алибек Колбай служил в селе Кордай В официальном сообщении Министерства обороны говорится, что солдат потерял сознание во время утреннего построения Военнослужащему была оказана медицинская помощь, однако он умер, не приходя в сознание Молодой человек был призван весной этого года По факту случившегося проводится проверка 12 апреля его забирают в армию Говорили, или будешь осужден, или заплатишь штраф 3 миллиона тенге Когда он уже был там, в 3-4 часа дня он позвонил маме И просил перевезти ему 4000 тенге Говорил, нужно лекарство купить, желудок болит Когда я была в морге, на нем живого места не было Живот там, где почки, все в синяках, руки в синяках, голова Я не выдержала и вышла оттуда 22 апреля рота была построена после завтрака перед казармой Алибек стоял в последнем ряду И внезапно он упал Оказали первую медицинскую помощь и сразу везли в госпиталь Не знаю, из-за чего он упал, но у нас каждый день во время построения Минимум 2-3 солдата падают от головокружения Береговая охрана Японии спасла еще трех человек С пропавшего круизного судна пострадавших нашли в бессознательном состоянии Ранее сообщалось о четырех спасенных туристах В субботу у судна был получен сигнал бедствия, говорящий о том, что оно тонет и не может продолжать движение В поисках 24 человек задействовали 5 самолетов и 6 патрульных кораблей По меньшей мере, 45 человек удалось спасти с лодки, затонувшей у берегов ливанского города Триполи Как уточнили в Министерстве транспорта, всего на судне находилось 60 пассажиров Спасатели обнаружили тело одного ребенка Военнослужащие ливанской армии и службы береговой охраны продолжают поисковую операцию По предварительной информации, лодка перевозила сирийских беженцев, пытавшихся добраться до побережья Кипра Это большая беда, наша главная задача спасти жизни пропавших без вести У меня спрашивали о национальности пассажиров, но я хочу сказать, что это вообще не имеет значения Главное найти людей Во Франции начался второй тур президентских выборов По всей стране открыли 70 тысяч избирательных участков Проголосовать смогут порядка 50 миллионов французов В большинстве городов сделать это можно до 7 вечера по местному времени Ну а в крупных мегаполисах участки закроются на час позже Французам предстоит выбрать между двумя кандидатами, прошедшими во второй раунд Это действующий глава государства Эммануэль Макрон и депутат от парламентской партии Национальное объединение Марин Ле Пен Туристическая отрасль по всему миру может восстановиться до уровня 2019 года, уже к 2023 К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по путешествиям и туризму По оценкам аналитиков, в среднем эта сфера экономики будет расти почти на 6% в год Кроме того, по мере смягчения ограничений ожидается массовый рост бронирований международных авиарейсов Так, за первый квартал текущего года количество бронирований уже заметно превысило прошлогодние показатели в странах Азии, Европы и Северной Америки Увеличение спроса на поездки, в свою очередь, создаст порядка 100 миллионов новых рабочих мест в сфере путешествий и туризма в ближайшие 10 лет, отметили специалисты И к другим темам В Актау изношенные теплосети стали причиной новых коммунальных аварий Ежегодно латать трубы приходится больше полутора тысяч раз 80% сетей коммуникации непригодны для эксплуатации и нуждаются в срочной замене Динара Нургалеева об одной из главных городских проблем Сейчас горячей воды нет, уже 5-6 дней нет Как отопление отключили, так и вода пропала в кране Не помыться, не посуду помыть Говорят, туристический город, а воды нет А как появляется, желтая или черная из крана течет Постоянно так, то горячей, то холодной, то питьевой нет Покупать в магазинах приходится С середины апреля жители большинства микрорайонов Актау живут без горячей воды В кранах часто пропадает и питьевая Ежегодные местные власти обещают качественную и бесперебойную подачу воды Но пока изменений нет Накануне сразу в нескольких местах из-под земли начали бить мощные гейзеры Кадры происшествия появились в социальной сети 13-й микрорайон, сбоку 6-го дома Появление водяных фонтанов руководство местной коммунальной службы Объясняет проведением гидравлических испытаний Мол, отопительный сезон закончился, началась подготовка к следующему Правда, никто не ожидал, что по городу произойдет сразу 45 аварий Трубы в Актау изношены больше, чем на 80% Критических точек никто не может определить, где эта аварийная ситуация может быть Она может сейчас здесь быть, завтра, допустим, через 10 метров будет Потому что сети, в общем, износ сетей составляет 82% Из 1200 километров все 917 подлежат реконструкции Если за прошлый год считать, полторы тысячи аварий было За счет собственных средств была сумма потрачена на восстановительную работу более миллиарда тенге Сообщения о том, что коммуникации дали течь, поступают практически каждый день Город имеет 50-летнюю историю, но за это время здесь ни разу не проводили реконструкцию инженерных сетей Сегодня по Актау около 24 жилых микрорайонов нуждаются в замене труб Местные власти обещают, что в этом году проблема будет решена 194 миллиарда тенге выделено из республиканского бюджета на замену актауских труб Согласно плану, город разделен на 5 зон В планах начать работы с нижних микрорайонов, то есть с первого по шестой Так как там постройки самые старые Сейчас разрабатывается проект, идет сбор документов Нужно будет определить подрядчика через конкурс Сейчас по Актау 11 ремонтных бригад занимаются устранением аварии После обещают подать в дома горячую воду Этим летом ветки и сети начнут заменять новыми трубами В региональном управлении жилищно-коммунального хозяйства посчитали, что только для проведения капитального ремонта в первых шести микрорайонах необходимо более 8 миллиардов тенге Динара Нургалиева, Салам Адбекпаев, Актал Хабар, 24 Между тем, единственному в Мангосталской области яхт-клубу продлили аренду на 49 лет Ранее мы сообщали, что морская достопримечательность может остаться без территории, на которой она уже базируется больше полувека По словам яхтсменов, связано это было с благоустройством береговой линии Сейчас представители Актауского яхт-клуба намерены улучшить инфраструктуру и наладить контакты с турецкими коллегами для обмена опытом Единственное, что хотелось бы дальше на перспективу Вот этот залив, волноломы небольшие сделать, чтобы гасить прибойную волну Тогда здесь можно было культивировать более такие мелкие суда, сапсерфи безопасно Была бы вот такая гладь, как сейчас, понимаете, и не опасно Это масштабы уже, возможно, даже не города, а республики Надо все-таки республиканский бюджет сюда направить 28 человек с начала года подверглись укусам клещей в Казлардинской области Из-за резкого потепления в регионе сезон активности насекомых начался раньше Очаги обитания переносчиков Конго-Крымской геморрагической лихорадки выявлены в 116 населенных пунктах В южных районах региона бригады дезинфекционистов уже приступили к обработке дворов и домашнего скота Большая часть природных очагов обитания иксодовых клещей расположены в южных районах области К примеру, в Шилийском В зоне риска здесь оказались 16 сел Вакцинация животных и дезинфекция скотных дворов началась вовремя Дезинфекция проходит по графику работы, пройдут в два этапа До 26 апреля планируем закончить первый этап обработки Второй проведем осенью Объектов много К примеру, здесь, в ауле Янбекши, у нас 25 скотных дворов Борьба с клещами в регионе идет с переменным успехом В нынешний эпид-сезон ареал их обитания вырос почти на 3% Противоклещевой обработке подлежат 116 населенных пунктов региона А это, помимо пазвичных территорий, более 600 тысяч голов скота и почти 33 тысячи скотных дворов Из природных очагов обитания на лабораторное исследование было взято больше 12 тысяч клещей На сегодняшний день проверено около тысячи из них В 39 случаях опасные насекомые – носители конго-крымской геморрагической лихорадки В прошлом году нападению клещей подверглись больше 330 жителей области 12 из них были инфицированы вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки С начала текущего года зарегистрировано 28 укусов клещей Ни в одном случае опасное заболевание не выявлено Школьников в Павлодарской области обучают культуре поведения на дорогах В регионе стартовала акция «Дети – главные пешеходы» Главная задача организаторов – свести к нулю детский травматизм С начала года на дорогах области пострадали больше 20 детей К несчастью, один ребенок погиб Показатели дорожного травматизма выросли в разы В ситуацию вмешалась полиция Инспекторы приступили к обучению детей Специальные уроки по правилам дорожного движения начались в школах Во время проведения акции мы показываем деток, которые находятся госпитализированы в больнице В результате дорожно-транспортных происшествий Обязательно ознакомливаем со статистикой Что произошло по области в нашем регионе, какие факты Дети очень заинтересованы, спрашивают Для безопасности детей вблизи школ дорожные службы контролируют состояние светофоров и пешеходных переходов Но этого недостаточно, говорят инспекторы Сознательность должна быть как у детей, так и у взрослых Безопасность детей наша главная задача Мы внимательно следим за пришкольной территорией, особенно вблизи автодорог Если случится несчастье, привлекаем к ответственности виновных лиц Но это не улучшает обстановку Дети тоже должны знать о мерах безопасности на дорогах Инспекторы полиции закрепляют теорию на практике Уроки ПДД на улице дают больший результат Сами дети тоже согласны с таким подходом в обучении Если допустить хоть одну ошибку, можно попасть в ДТП А это очень плохо Нам рассказали очень много полезной информации И нам, как старшим ученикам, доверили сказать младшим То, что нужно осторожно ходить на дорожном пешеходе И смотреть по сторонам Акции «Дети главные пешеходы» охватывает все больше школ До конца учебного года инспекторы намерены завершить занятия Впереди летние каникулы А значит, статистика детского травматизма может увеличиться Этого, говорят полицейские, допустить нельзя Ирбулабишев Марат Игриков из Павлодара, Хабар, 24 И на этом все Всего доброго и до свидания